МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итоги соревнований по фехтованию на мячах. А теперь об этих и других событиях подробнее. Покупать свежие газеты и журналы россиянам станет проще. Правительство обязало регионы обеспечить жителей свободным доступом к точкам продажи печати. Норматив простой – один киоск на 588 человек. Новые требования обязательны для исполнения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей, в Десногорске прошла масса праздничных и спортивных мероприятий на различных площадках города. Вот что удалось увидеть в нашей съемочной группе. Началась праздничная программа к центру городской эстрады. Яркий детский праздник собрал сегодня на площади более 500 десногорских детей. Глава муниципального образования город Десногорск Вячеслав Сидунков поздравил детвору с наступлением лета и долгожданными каникулами. Сегодня солнечный. Он является у нас началом каникул в школах. У нас множество детей из детских садов выпустились, стали взрослыми почти. Еще у нас сегодня началось лето. А еще у нас сегодня самый главный детский праздник – День защиты детей. Программа праздника была насыщенной. Ребята смогли побывать на станциях, которые были организованы в разных концах площади. Дети рисовали пальчиковыми красками, загадывали желания, плели дорогу в лето из ярких лен, состязались в спортивных эстафетах, танцевали, участвовали в фотосессии и проверяли свою эрудицию в книжной викторине, которую организовали сотрудники детской библиотеки. Веселью и восторгу не было границ. Очень великолепный день. Мне больше всего понравилось рисовать на щечках. Больше всего мне сегодня понравилось рисовать пальчиками. Больше мне понравилось загадывать желания и делать самолючки. Понравился праздник и взрослым. Отлично, весело. На старшей девочке он там занимается, играет в игры. Очень интересно. Замечательный праздник. Замечательно. Детей сколько собралось. Довольных, счастливых. Шарики. Развлекалово вон какое. Детей не оторвать. Побольше праздников таких. Почаще. Можно было бы хотя бы раз в две недели устраивать такое. Детям не нравится. Каникулы, чтобы нормально проводили. Завершилась программа на площади небольшим концертом, который состоял из номеров творческих коллективов детских садов и Дома творчества. Также в Международный день защиты детей в Десногорске вновь прошла акция «Марш за жизнь». В колонии прошагали школьники, студенты, многодетные семьи, представители общественных организаций. «Марш за жизнь» стартовал в 14 часов от памятника «Ангел-хранитель мира». Его участники прошли до скульптурной композиции «Семья», где и состоялся митинг. Инспекторы Россельхознадзора выявили несанкционированные свалки в Руднянском, Починковском и Красненском районах. Из-за свалок произошла порча земель на площади около 5 гектар. Причиненный ущерб, по оценкам специалистов, составляет 5,5 миллионов рублей. На плановом оперативном совещании глава муниципального образования Вячеслав Седунков подвел итоги минувшей недели и определил задачи на текущую. Прошедшая неделя ознаменовалась крупным культурным событием. У нас состоялся замечательный фестиваль детского творчества. Задрисовую звезду, в которой приняли участие наши венгерские друзья, это наши поворотимские связи, развиваются уже на этой неделе. Эти связи получат продолжение. Отправляется в Десногорская группа для участия в Венгрии фестивале. 11 образовательных учреждений Десногорска представили 25 проектов на конкурс госкорпорации «Росатом». И 6 из них стали победителями. Можно сказать, что суммы, на которые выходили в бизнес-планы нашего учреждения, достигали до 900 тысяч рублей. Поэтому считаю, что это хорошая будет поддержка. Проекты направлены как на экологические вопросы, на оздоровление, на вопросы развития спорта. Межведомственная комиссия приняла все летние лагеря, а их первую смену будет четыре. И 1 июня они распахнули свои двери для более чем 400 юных десногорцев. Выпускники нашего города сдают единые госэкзамены. Медики приглашают горожан на диспансеризацию и рекомендуют не уклоняться от профилактических осмотров. Инфекционные заболевания на минувшей неделе регистрировались на обычном уровне. Во время пожароопасного периода, который сейчас продолжается, в лесах вокруг Десногорска проводятся совместные рейды. В заключении планерки Вячеслав Владимирович поблагодарил начальника финуправления Анну Куликовскую за многолетний и добросовестный труд, которая уходит на заслуженный отдых, проработав более 20 лет, и вручил ей почетную грамоту. Десногорцев призывают отказаться от сигарет в обмен на зеленые яблоки. Акция проходила в городе два дня и была приурочена ко Всемирному дню борьбы с курением. Подробности в нашем следующем сюжете. Инициатором акции в нашем городе курить немодно выступила организация молодых атомщиков, а провели ее девчонки из школы вожатых Дома детского творчества. Они с энтузиазмом и большим желанием меняли сигареты на зеленые яблоки, а также проводили соцопрос населения. По статистике в России, конечно, каждая десятая женщина курит. 50% мужчин являются курильщиками. Но все-таки спорт, агитация здорового образа жизни занимает определенную хорошую часть в жизни нашего общества. И все больше и больше людей становится, которые берегут свои жизни. Кстати, в благодарность за здоровый образ жизни около 300 десногорцев получили яблочко. А всего их было роздано 60 килограмм. Молодое поколение нашего города говорит – курить немодно! Надеемся, что в нашем городе курильщиков станет намного меньше. С 1 июня официально открыт купальный сезон. Каждый день специалисты ЕГИМС МЧС России совершают более десятка профилактических рейдов по водоемам региона, чтобы не допустить нелепой гибели земляков. Уважаемые лесногорцы, будьте внимательны и осторожны при отдыхе на воде. Криминальные новости. На реке в Вяземском районе полицейские задержались по личным браконьера, который осуществлял незаконный вылов рыбы с использованием сети длиною 30 метров. Также у задержанного изъята резиновая лодка и вся незаконно добытая рыба. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. За данное деяние предусмотрено наказание до 6 месяцев лишения свободы. В регионе подвели итоги операции «Металл». Всего по области проверено около 150 пунктов металлоприема. Составлено 67 протоколов об административных правонарушениях. Возбуждено 4 уголовных дела. Изъято свыше 54 тонн лома черного металла и более 300 килограммов цветного. Переходим к новостям спорта. В минувшее воскресенье произошло значимое событие для нашего города. В спортивной школе Десногорска состоялся первый в России турнир по хайдонг гумдо – корейская школа фехтования на мячах. Итоги соревнований в нашем сюжете. В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов из Москвы, подмосковной Черноголовки, Смоленска, Рославля и Десногорска. Состязались в разных возрастных категориях. Дети с 8 лет и взрослые возраст 18+. Сегодня просто хочется посмотреть, как они себя поведут, будут демонстрировать приемы, которые они немножко изучали во время боя. И если они сумеют, допустим, вести бой, именно какую-то техническую базу вставлять в спарринг, то это будет здорово. Отметим, что турнир был организован Федерацией хайдонгумдо России президент Владимир Коптевцов и Десногорской школой Байхо «Белый тигр» руководитель Александр Дальменко. Популяризация этого вида спорта даст нам огромный толчок для развития по всей стране этого направления, вплоть до того, что мы будем проводить более крупные соревнования. Сейчас мы только начинаем, первый шажок сделали. Организаторы турнира выражают благодарность за помощь в подготовке и проведении соревнований начальнику службы безопасности Смоленской АЭС Александру Юскевичу и председателю Комитета по физической культуре, спорту и туризму Олегу Прудникову, а также поздравляют победителей и призеров соревнований. Семь юных спортсменов заняли первое место, семь – второе и шесть – третье. Продолжаем новости спорта. Десногорцы приняли участие в областных соревнованиях по пожарно-прикладному спорту среди воспитанников секций «Дружина юных пожарных». Состязались шесть команд в трех возрастных категориях. В итоге в командном зачете второе место у десногорцев в первой пожарно-спасательной части. 22-летняя смолянка Мария Чалая стала чемпионкой Европы по гиревому спорту среди юниоров. Соревнования проходили в Польше. Участвовало 400 спортсменов из 30 стран мира. Мария подняла 24-килограммовую гирю сто раз. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин